Белая рубашка, фенечка на правой руке и дорогие часы на левой. Судя по всему, имиджу сына небедных родителей Илья Носарев по-прежнему уделяет немало времени и денег. В душном зале гарнизонного суда он впервые встретился с родителями погибших девочек с момента аварии. Три месяца каждый, и посудимый, и потерпевший, жили своей жизнью. Первый в поисках адвоката получше, последние убивались горем утраты. Ирина Хлыстова, мама погибшей в аварии Алены, несколько дней собиралась с духом, чтобы дойти до этого заседания. 18-летняя девочка только начинала жизнь. Хорошо училась, хотела продолжить обучение за границей. В ту роковую ночь Алена уже собиралась с гуляния домой, но водитель повез товарищей в боулинг. Мы с друзьями поехали в боулинг, и я ей позвонила, она собиралась ехать домой. То есть это было около 11. И домой она не доехала. Эти записи с камер видеонаблюдения по периметру МВД по округу попали в телеэфиры почти всех каналов России. Неуправляемый «Лексус» вылетает на немыслимой для города скорости с улицы Родионова, пролетает через автостанцию и через мгновение впечатывается в столб на обочине. Все, кто находился на заднем сидении, 18-летняя Алена Хлыстова, Юлия Паушкова и их 16-летний друг погибли. За жизнь парня врачи боролись еще несколько часов. Он умер в больнице. Сам водитель не пострадал. Судя по транспортному средству и по следам ДТП, автомобиль в момент совершения наезда двигался уже в боковом заносе, удар пришелся на левую и заднюю часть автомобиля. Еще один человек, чудом выживший в этой страшнейшей аварии, парень, сидевший на переднем сидении «Лексуса». Его буквально собирали по частям врачи. Шрамы на его лице и теле навсегда. Еще одной особенностью этого дела стал тот факт, что в момент ДТП Носарев являлся прапорщиком и приехал в Нижний в краткосрочный отпуск из воинской части под Хабаровском. В тот вечер он взял у своей тети «Лексус», чтобы покататься по ночному городу. По данным ГИБДД, за несколько сотен метров до смертельного столба иномарка неслась со скоростью не меньше 200 км в час. 200 км в час – это 55,5 метров в секунду. Об этом не понаслышке знают жители некоторых штатов Америки, где ежегодно проносятся смертоносные ураганы. Носарев ехал по городу со скоростью равной скорости урагана. Уголовное дело по факту нарушения правил, повлекшего три смерти, готовили к судебному процессу военные следователи. Каким может быть приговор подсудимому, говорить пока преждевременно. Первое заседание продлилось недолго, и за это время Илье Носареву все так же не нашлось, что сказать родителям погибших. Он просто спрятался за спину адвоката. Павел Бленов, Максим Жалыбин, Служба новостей город.